В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда мы читаем слова из послания апостола Павла, что наша брань, то есть по-русски наша война, не против плоти и крови, а против мироправителей века всего, против духов злобы поднебесной. Эти слова могут быть не всегда понятными, не всегда такими очевидными. И вот сегодня нам нечто открывается о смысле этих слов, о их глубине. История Гадаринского Бесноватого который встретился, вышел навстречу ученикам Христовым, когда они пришли вместе со своим учителем в землю Гадаринскую или Гиргесинскую. Что Евангелие говорит об этом страдальце, о том, что его пытались связать, он буйствовал, и он рвал эти веревки как нитки, о том, что жил он не вместе с людьми, но жил во гробах, в пещерах, как изгнанник, и часто, освободившись, бежал в места пустынные. О чем это? Если внимательно посмотрим, то за этими описаниями непонятного состояния стоит весь ужас и все то желание, мерзкое желание, которое бесы вкладывают в сознание человека, до которого они смогли достучаться. Всякий человек связан с какими-то нормами их приличия, с какими-то охранительными, нравственными устоями. Враги хотят все порвать, как нитки, будь свободен, не имея никаких запретов, никаких ограничений. Разве многие не живут сейчас по принципу «Я свободен делать все, пока моя свобода не мешает свободе другого»? Это как раз тот самый лукавый принцип, когда человек, в конце концов, чувствует себя свободным от всего, в том числе и от нравственных норм, и от заповедей. Враг хочет, чтобы каждый человек жил своей индивидуальной жизнью, настолько индивидуальной, что как будто бы никого вокруг нет. Это самая пещера, гроб или пустыня, он заставляет этого несчастного бежать. Так враг хочет каждого оставить одного, для того, чтобы легче было сражаться, чтобы человек перестал себя осознавать, потому что общаясь искренне, с любовью, с открытым сердцем, с себе подобными, мы узнаем, какие же мы есть на самом деле, мы себя понимаем. А теперь в этом одиночестве пребывают миллионы и миллиарды. С одной стороны, общение не прекратилось, информационные технологии, коммуникационные так развиты, что можно общаться со всем миром, и в то же время ни с кем, лицом к лицу, и ни с кем от сердца к сердцу. Это особо новый феномен общения в виртуальном пространстве. И для многих это общение становится единственным средством коммуникации. И это ужасно. Это некий знак времени. Мы не знаем, почему в этого несчастного вошли бесы. Это очень страшное состояние. Мы даже и близко себе не можем представить, что же было жизнью этого человека. Да и в конце концов, когда Господь говорит, что тебе имя, не случайно спрашивает имя, потому что и в древности, чтобы совершить какое-то заклинание, молитву нужно было обратиться по имени, и в ответ слышит не о имени, а о том, что у нас целый регион. Римский регион, это около пяти тысяч воинов, полк римский. Это значит, человек был неиздилищем страстей. И это страшно, потому что состояние беснования, это состояние предельной страсти, когда человек абсолютно перестает принадлежать себе самому. Вот Господь входит в эту Годаринскую страну. И мы много раз уже слышали эту историю, но воскресил в своей памяти, а что же это за страна такая, что же в ней такого особенного, что столько внимания. Каждый евангелист об этом написал, и мы два или три раза в году это чтение у нас бывает, и мы вновь и вновь к нему обращаемся. В истории ветхозаветного Израиля, если мы внимательно читаем Библию, мы увидим много удивительных вещей, которые были прообразом и пророчеством событий, которые должны будут совершиться в будущем. Так пророк Илья приходит к бедной вдове в голодное время, у которой ничего не осталось в последней мере муки, и говорит ей «Испеки лепешку». И она в ужасе говорит «Это последнее, что осталось». Но поступив по слову пророка, она все голодное время не испытывала нужды ни в муке, ни в масле, но чудесным образом умножалась. Это было не что иное, как прообразом умножения хлебов, которые совершатся в Новом Завете и которые теперь совершаются каждый раз за Божественной Литургией. Мы видим, как пророк Илья воскрешает умершего сына этой вдовы. Это образ многих воскрешений, которые Христос уже совершит в Новом Завете. «Сорок дней Господь постится в пустыне, сорок дней народ израильский сорок лет странствует по пустыне в землю обетованную». И само это странствие было ничем иным, как образом пути жизненного человека, потому что земля обетованная и есть образ Царства Небесного. И вот история интересна, потому что в эту обетованную землю вел их человек тоже с именем Иисус, только это был Иисус Новин, и это тоже был удивительный образ. И когда иудеи шли в землю обетованную, они должны были перейти на восточный берег Иордана, чтобы дальше завоевывать, и они были двенадцатью коленами, одно из колен, колено Гадова. Они сказали, мы никуда дальше не пойдем, мы согласны пойти воевать, но нам не нужна земля за Иорданом, нам и здесь хорошо, нам не надо большего, нам бы вот этим, и нам достаточно. Вот эти люди, которые поселились в этой местности, впоследствии, они частично смешались и с язычниками, вот это были те люди Гадаринской страны. И их состояние было очень странным, потому что нам Священное Писание говорит, что они занимались таким промыслом, который был немыслим для правоверного Иудея, потому что свинина была запрещена в пищу, они не только свиней кушали, как видно, и выращивали, и продавали, это было очень странно. То есть, это были люди, которые в чем-то легко отошли от закона, от привычных традиций своего народа. И вот Господь совершает чудо, исцеляется немощный человек, который страдал на глазах многих, многие видели его страшные муки, и вот они видят его сидящим у ног Спасителя, и не удивляются этому чуду, и прославляют Бога, но говорят ему, погибло наше стадо свиней, отойди из нашей земли. Как будто говорят, уйди из нашей жизни, потому что твое присутствие создает нам проблемы. Как часто и человек, может быть, мы в совести своей знаем подобные вещи, может Богу сказать, да я верусь, Господи, да я хочу, чтобы твоя милость была со мной, я хочу, чтобы ты мне давал что-то, помогал, исцелял, восполнял нужды, только не будь так близок ко мне, потому что от твоей близости в моей жизни все рушится. Так бывает, когда человек с греховным занятием обращается к Богу, открывая для себя веру, очень часто жизнь его рушится. если он имел какой-то неправильный прибыток, кого-то обманывал в своем заработке, все рухнет у него, все посыпется, потому что невозможно служить господам Богу и мамонь. Так получилось с гадаринцами, все рухнуло, стадо свиное бросилось в море. Интересное такое замечание, если кто-то поломничал святой земле, он показывает это место, где произошло это событие. И у местных рыбаков есть предание в берегах Берелейского озера, в этом месте пловятся большие сомы, которые когда издают, когда вылавливают из воды, никакой такой странный звук издают, наподобие похрюкивания. Есть такое предание, что это свиньи упали в воду и там сомок превратились. Ну, такая память живет в людях. Конечно, это всего лишь предание, но интересный очень момент замечательный. Так вот, мои дорогие, о чем сегодня нам Господь хочет сказать, к чему призвать? Наверное, к еще большему и большему вниманию, потому что без помощи темных сил не происходит никакой грех, никакое зло, никакие бедствия общественные, болезни. И так или иначе, каждый из нас, в каждый момент своей жизни, хотим мы этого или нет, мы делаем выбор. Налево или направо, остановиться или двигаться, промолчать или сказать. Мы всегда делаем этот выбор. И в процессе этого выбора мы взаимодействуем не только с каким-то своим внутренним опытом, знаниями, размышлениями, это хорошо, если удается повзаимодействовать, но часто принимаем прямые внушения или слева, или справа. Если человек в своей жизни поставил задачу исполнить запись Божию и прилагает к этому какие-то труды, то он с особой обостренностью начинает чувствовать эту брань, когда приходят какие-то ненужные помосты на молитве, когда какие-то страхования, какие-то смущения он начинает обуревать. Люди святой жизни, которые достигли этой святости путем серьезнейшего подвига, такие, например, как апонский старец, уже теперь преподобный прославленный Осип Исихаст, который тяжелейшее брание испытывал, он сказал в конце концов, у человека ничего своего нет, и какого добра своего нет, и зла тоже нет, есть ошибка выбора. Может быть, потому нам дается это Евангелие вновь и вновь, чтобы мы увидели, к чему приводят ошибки нашего нравственного выбора, как страшна та сила, с которой мы воюем, и как она слаба одновременно. Когда священник совершает Таинство Крещения, там есть такие молитвы, так называемые заклинательные, и там такие слова, обращенные к нечистой силе, что даже на свиньях не имеешь ты власти, по-русски переводя, если не Господь тебе разрешит. Да, эта сила действует по упущению Божию, но это упущение приходит по нашим грехам, под сродству нашей страстной душе действия этих темных сил. Поэтому вновь и вновь апостол Павел нам напоминает, какая же наша брань, не друг против друга, не брань такая, когда мы ищем, кто же виноват, в чем, в том, что сейчас эпидемия, в том, что какие-то нестроения, человек всегда хочет найти простой ответ на сложный вопрос, кто же виноват, ответ один. За всяким злом стоит действие темных сил. Только надо уметь это прозревать и всю остроту своей брани направлять не на человека, а на того, кто за этим человеком стоит. Потому что ничего исправить внешне невозможно. Если есть зловоние, там соберутся мухи. если твоя душа смердит, тем или иным путем тебе эта темнота будет идти, а должна бы благоухать добродетелю, благоухать благодатью. Эта темнота часто приходит в жизнь человека, но приходит опять же через человека. и как противостоять этому. И так давно мне пришлось удивительную притчу прочитать. Она, можно сказать, не христианская, но очень мудрая. Про одного мастера боевых искусств, японского самурая, у которого были ученики. И он их учил искусству меча и мудрости жизненной. И среди тех, кто приходил испытать свое искусство, был один человек нехорошего в городе, который приходил и прежде чем с кем-то сразиться, начал оскорблять, поносить всякими словами. Его оппонент начинал нервничать, делал ошибки, и он его на поединке сразу побеждал. И вот к ним в зал, где он занимался с учениками, пришел так называемый такой лжемастер и стал учителя поносить разными всякими словами. И ученики думали, вот он сейчас ответит ему и победит его в поединке. Но мастер молчал и не произносил никакого слова. Через какое-то время этот пришедший на поединок понял, что ничего не получается, развернулся и ушел. Ученики стали спрашивать учителя, почему ты ничего не ответил, почему ты не выхватил меч и не сразился с ним, он же так тебя оскорблял. спросил их в ответ. Если кто-то к вам пришел с подарком, но вы его не приняли, кто является хозяином подарка остается? Конечно, тот, кто его принес, вы же его не приняли. Точно так же, если к вам принесли злобу, ненависть и всевозможную вражду, и вы ее не приняли, то хозяином это остается тот, кто это принес. Подумайте об этом замечательном примере, и мы часто ищем правды человеческой, которая требует справедливости, которая обязательно требует ответить на зло и нанесенную обиду, сделать замечание, указать, кто в чем неправ. И когда мы это делаем, мы принимаем этот страшный подарок себе, и становимся сами его хозяинами, владельцами этого страшного темного подарка. Когда человек его не принимает, во что бы то ни стало, подарок остается тем, кто его принес. Хотя, к сожалению, мы часто бываем носителями таких неприятных подарков. А источник, опять же, не в человеке, а в той силе, которая за человеком стоит. Да, сила Божия, она в нашей немощи совершается. Не надо этого бояться. Надо помнить, что мы имеем оружие, Слово Божие, меч духовный. Мы все бесконечно благодатствованы в таинствах. И трезвость, какая-то посильная трезвость, и молитвенный настрой, и дух покаяния, сокрушения, жизнь по Евангелию делает нас недоступными для действия этих сил. Но тем не менее, надо сохранять внимание, чтобы не двоиться мыслями, чтобы подобно гадаринцам не сказать Христу, знаешь, нам сейчас идут хорошо, нам пока и без тебя неплохо, в нашем этом благополучии, как говорят, свином благополучии, жизненном благополучии, вот нам пока хорошо, Господи, потом, ближе к смерти про тебя вспомни, может быть, на пенсию пойду тогда, нет, чтобы не откладывать свое спасение на потом, потому что сегодняшний день, это самый важный день в жизни, он никогда не повторится, сегодня твоей совести звучит набат Слова Божия, и надо откликнуться на это, потому что завтрашнего дня может уже не быть, и этот вирус, который косит людей, нам об этом лучшим образом напоминает, человек, сегодня ты есть, а завтра тебя может здесь уже не быть, не доживешь до своей пенсии, до старости, вполне может быть с каждым из нас, поэтому еще раз и еще раз будем ценить это время, ценить возможность, которую Господь нам дает, и жить так, чтобы со Христом остаться, чтобы всегда ему говорить Господи, приди и вселися в ныне, что мы не хотим с тобой расставаться ни телом, ни душой, и тогда все будет, может быть, неплохо. Храни Господь. Спасибо.